Всем привет, с вами Дошик, и в этом видео будет новая рубрика, которую я уже достаточно долгое время откладывала, и это рубрика «Делаю образы по трем смайликам от подписчиков», и поехали! Ну и давайте перейдем под пост, который я выложила, где просила написать вас смайлики, по которым я буду делать образы. Итак, я выберу три комбинации. Итак, первая комбинация вот эта вот, голубая бабочка, наушники и белое сердечко. Сейчас появились новые лаки-боксы, и в них я получила вот такую вот бабочку, поэтому думаю, она идеально подходит. Итак, образ мы будем делать в белых цветах, вполне логично. И я не знаю, я хочу какие-то брюки и топ, но что-то такое элегантное, как бабочка. О, давайте выберем вот этот вот топ и штаны. Так, у меня есть достаточно много, ну, не очень много, но есть как бы белые штаны, и какие из них, надо подумать. Я выбираю между вот этими и вот этими, но вот эти они какие-то, знаете, более такие уличный стиль, а этот такой более элегантный, как-то и хотела, поэтому оставим. Обувь, в принципе, та обувь, которая на мне сейчас, она подходит, но вот эта вот обувь попилее, поэтому давайте ее. У меня уже на голове есть наушники, но у меня есть другие наушники, и я хочу посмотреть, как они будут выглядеть, чтобы понять, какие именно наушники я оставлю. Сложно. Давайте все-таки вот эти, наверное. Да. Так. Теперь посмотрим, что по волосам. Насчет волос я вообще не уверена, что я хочу, и какие они будут. Ну, в принципе, можно любые волосы взять, я думаю. Да. Блин, мне кажется, или не хватает голубого. Или так и должно быть. Я не знаю, мне кажется, как будто не хватает голубого. Под цвет бабочки. Или все-таки оставить. Да, давайте оставим. О, у меня есть вот такой вот топ, он с бабочкой, и такой белый-голубой. Кстати. Да. Ой, это не бабочка, это бантик, да? А, да, это бантик. Но все равно. Тогда можно... Вот эти вот штаны. Да. Эти штаны. И обувь тоже давайте тогда голубую, чтобы сбалансировать. О, вот такая идеально подходит. Ну, вот, и первый образ готов. Забавно, но его полностью поменяла. То есть топ, низ и обувь, все поменяла. Так. Вот такой вот первый топ, образ. Пишите в комментариях, похож ли он на эти смайлики, и нравится ли он вам. Теперь давайте выберем еще какую-нибудь комбинацию. Так. Если что, я буду выбирать комбинации по тому, что я думаю, я смогу сделать. Поскольку некоторые смайлики очень такие рандомные. И... О, я нашла комбинацию. Итак, это вот такое вот розовое сердечко, пуанты и бантик. Эта комбинация прямо типичный балет-кор. Я очень люблю разные эстетики, поэтому... Вот. Эстетика балет-кор. И давайте поэтому сделаем образ именно в этой эстетике. В балет-коре чаще всего носят, да, какие-то юбки. И у меня всегда ассоциация почему-то, я не знаю, с вязанными полеро. Поэтому я надену балеро. У меня есть топ такой розовый, очень милый. Вот этот вот. Да. И мне кажется, он подходит под эту эстетику. Давайте... Так, вот это вот вязанное балеро, которое у меня есть. Думаю, уже от этого веет эстетика балет-кор. Кстати, я не уверена насчет юбки. Поскольку там у нас был смайлик розового сердечка, а юбка будет белой, и все будет такое более белое, что ли. Я не знаю, это будет правильно или нет. Но мне кажется, что это выглядит красиво. Кстати, я могу вот такую юбку оставить, либо эту. Нет, все-таки эту. Ладно, давайте тогда постараемся аксессуарами вывести розовый цвет. Так, обувь будет у нас... Там такая интересная штука. Балет-кори-то можно носить со всем этим как кроссовки, так и тушеньки. Поэтому не сильно сложно с обувью будет. Я хочу найти обувь, которая будет по цвету подходить. О, вот эти вот туфельки подходят, мне кажется. Нет, все-таки... Все-таки туфли лучше. Также в балет-коре очень часто можно увидеть вот эти вот лэк-вормерсы. Я не знаю, как это по-русски будет. По-моему, даже нет русского названия. Вот, блин, очень мало розового. Очень мало розового. Сейчас давайте добавим бантик на голову, потому что одним из смоликов, которые нам дали, был именно бантик. Поэтому надо его обязательно использовать. Есть у меня несколько видов бантиков. И, кстати, я хочу использовать вот эти. Давайте выберем волосы, с которыми будет красиво смотреться эти бантики. Так. И пониже опустим. Да, выглядит миленько. Или их плохо видно. Я не уверена. Видно хорошо или плохо. Надо, чтобы бантики очень выделялись сильно. Но, мне кажется, они не выделяются. У меня есть другой розовый бантик. Вот такой вот. Он тоже очень милый. Да, он милый, но, я не знаю. Мне как будто кажется, что он по цвету не подходит. Есть еще вот такой бантик, но у меня нет его розового. А бантик должен быть розовым. Я не знаю, есть ли такой бантик в розовом цвете. Давайте посмотрим, а это так, в хедвер. Аксессори. Выберем сразу за монетки. Так. О! Слава богу, этот бантик есть у нас в розовом цвете. Чуть его приподнимем. Размер увеличим. Чуть-чуть назад. Вот. Нет, надо его пониже. Вот так. Выглядит очень-очень мило. Но, мне кажется, что розового не хватает. Поэтому, я постараюсь найти какие-нибудь розовые аксессуары. Которые добавят розовости моему образу. Так. Кстати, вот эта вот сумочка очень-очень милая и подходит, я думаю. Давайте еще чуть-чуть все-таки полистаем. Ну, да. Тогда я остановлюсь на этой сумке. Вот. И вот такой вот образ у меня получился. Все-таки мне кажется, что слишком мало я добавила розового. Давайте купим. Ну, я надеюсь, что получилось красиво. Ну, получилось точно мило. А это одна из главных, как бы, целей. Нет, не целей. В общем, очень важно балеткоре сделать милый образ. Поэтому, я думаю, у меня получилось. Давайте поищем еще. Я потерялась, где мы остановились с вами. Вот тут. О, кстати. Я увидела тут такую комбинацию с медузой, волной и кораллом. Я думаю, я возьму ее, потому что не очень давно. Я уже, честно говоря, я запуталась уже в времени. Просто не ориентируюсь во времени вообще в последнее время. Но форсился фильм «Русалочка». И начал становиться популярным «Мернейд Кор». Вот такой. Как раз кор русалочки. Я думаю, что эти смайлики подходят к нему. Поэтому я очень сильно хочу его сделать. Мне этот образ, эта эстетика очень сильно нравится. Она такая элегантная. Нет, не элегантная. Я даже не знаю, как ее описать. Она очень-очень крутая. Я хочу попробовать ее воссоздать. Но вот я выбрала уже. Но я что-то подумала, что мне кажется, не будет ничего подходящего. Я надеюсь, что мне будет. В принципе, этот топ похож на эту эстетику. Да, можно его взять, но там не белые цвета. Там должно быть такое что-то пастельное, морское. Не знаю, как описать. Но такие морские цвета. И не белые. Точно не белые. Это что-то более-менее яркое. По-моему, у меня был какой-то топ. Вот он. Вот он, вот он, вот он. По-моему, подходит. Так. Вермейткор это точно не про штаны. Не про влюки. Поэтому надо выбрать юбку. Кстати, вот эта юбка, мне кажется, очень хорошо подходит. И прямо вот оно. Давайте другие носки наденем. Наденем. И так, что по обуви? Я не уверена, есть ли вообще в Лаймермейткор обувь. Типа, там она не нужна. Вы буквально бегаете по пляжу. Такие красивые. Но. Давайте поищем какую-нибудь обувь. Я, честно, не знаю, что там по обуви. Но мне кажется, это не очень массивно. Вот, да, типа сандалии, что-то такое летнее. Нет, я вообще не знаю. Давайте выберем по тому, что будет хорошо подходить. Вот это вот более-менее подходит. Я думаю. Или кроксы. Кроксы это вообще на все случаи жизни. Поэтому, да, все-таки давайте оставим кроксы. И так, я хочу снять болеро, которое на мне сейчас. И юбку, да. Ой, сумку. Сумку я тоже сниму. И бант. Чтобы не путаться, потому что это все очень сильно отвлекает. Болеро. Болеро я хочу... Не знаю, какое. Розовое выглядит мило. Да, поэтому давайте я его и оставлю. Так, что по волосам. О, вот эти волосы, кстати. Очень-очень хорошо подходят. И я хочу поменять цвет волос. Потому что я не видела, что в Мермейт Порп кто-то ходил с блондинистыми волосами. Там все в основном, вот, да, рыженькие. Поскольку, ну, первая ассоциация со словом Мермейт. Это у нас Little Mermaid. Русалочка Эль. Поэтому, да. Я, наверное, вот так оставлю. Забыла про головной убор. По качеству головного убора. Я не знаю, есть ли тут ракушки какие-нибудь. О, кстати, есть цветочки. Есть цветочки. И это тоже отличный вариант. Угу. Вот так вот мы их. Да. Думаю, выглядит очень-очень классно. Блин. Кстати, получилось круто. Я бы с радостью носила такой образ. Да, я очень горжусь этим образом. И это все. На сегодня все образы, которые я хотела сделать. Есть три образа по трем. Смайликом от подписчиков. Пишите, какие образы вы бы сделали вообще по-другому. Какие образы я больше всего попала в смайлики. И какой образ вам понравился больше всего. Поэтому вот. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.